В этой области профессионалы и очень многие наши специалисты обращаются к ней в сложных ситуациях для проведения капсуальной эндоскопии. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте начать с достижений технических. Это немаловажно, потому что все, что мы видим, дает, естественно, техническое оснащение наше, которое мы используем в клинической практике. И, в общем-то, давая дань исторически, хочу сказать, что капсульные системы компании на сегодняшний день «Метроник», производитель «Гимен Имиджен», развиваются. И помимо огромного спектра этих капсул, это пищеводные капсулы, это тонкокишечные капсулы, колонок капсулы с обновленными программным обеспечением и оборудованием, так же, как и естественно усовершенствованные все системы, привело к тому, что достаточно скоро, уже в следующем году, мы получим еще одну капсулу, капсулу «Крона». Эта капсула будет официально утверждена как капсула для диагностики заболеваний кишечника в целом, как тонкой толстой кишки. И, соответственно, вы видите, что программное обеспечение «Софт-9» это уже будет, то есть это еще одна ступень, новое поколение, с улучшенной визуализацией и с возможностью для пациентов, особенно для пациентов с болезнью «Крона», интеллектуального анализа изображений, оценки поражений, их протяженности и также оценки этих поражений в динамике и влияние на лечение у этой тяжелой группы пациентов. Это немаловажно и мы с нетерпением ожидаем уже в следующем году этот тип капсул. Ну, не могу, конечно, не сказать и отдать также дань нашему постоянному партнеру, который нас во всех сферах эндоскопии поддерживает, это компания «Олимпос», которая также в этом году, произойдет действие, она была уже в прошлом году, в этом году уже коммерчески доступна капсула «Олимпос», эндокапсула, также обновленные – это капсулы ИСИ-10 второго поколения с возможностью трехмерной трансформации тонкой кишки и достоверной математической обработкой положения, локализации поражений в тонкой кишке, что немаловажно, вы понимаете, для последующего хирургического лечения этих пациентов. Далее перейдем и скажем, конечно, о капсуле ОМОМ, это китайский производитель, но здесь что можно сказать, что если раньше не хватало ни заряда батареи, ни качества, было не важно так плохое, не хочется говорить с трибуны, но надо все своими словами называть, то на сегодняшний день, я хочу сказать, что с 2018 года, безусловно, капсула претерпела огромные изменения, визуализация стала более четкой, все стало более красиво, угол зрения увеличился, программное обеспечение в корне изменилось, и безусловно, это дает свои плюсы в том, чтобы использовать систему. И то же самое, немаловажно, это стоимость самой капсулы, что иногда для пациентов, особенно из регионов, крайне важно, это доступность методики и помощи в диагностике. Развивается также и капсульная система Капса Вижн, я знаю, что уже не одно поколение, именно в нашей клинике мы не используем часто эту систему, но в некоторых клиниках действительно она постоянно на потоке, и дай Бог, чтобы также мы могли оказывать помощь пациентам. Видео-каксульная система Миракам, южнокорейский производитель, также развивается, очень много получаю протоколов, для анализа присылают таких пациентов, для экспертизы таких исследований, и, безусловно, тоже хорошее качество, и достаточно широко применяется на территории Российской Федерации. Управляемые магнитом видеокапсульной системы есть у компании Миракам Южной Кореи, и у ОМОН Капсул Неви, также в мировой практике это используется, и, как правило, эти системы используются для капсульной диагностики заболевания желудка. Что еще не дошло до нас, но я думаю, что, скорее всего, это все равно придет, это на векам, это управляемые капсулы, управляются они с помощью большей магнитной системы, вот видите, мы пробовали это на выставке в Европе, на гастронеделе в Вене, которая была, достаточно интересно, то есть ты как будто погружаешься в виртуальную такую реальность, и можешь управлять капсулой, и детально оценивать достаточно под воздействием сильного магнита, управлять капсулой, и четко, детально осматривать каждый уголок желудка. Еще раз повторю, управляемые капсулы, это, в общем-то, как замена гастроскопии, да, у нас получается. Так, какие рекомендации на сегодняшний день самые новые, обновленные, актуальные, это рекомендации Европейского общества 2018 года, они есть в широком доступе, можно зайти на сайт ИЧИ, 3DW с ЧИКОМ, и ознакомиться по техническим метроанализам и обзорам, касающихся капсулной эндоскопии и инструментально ассистированной эндроскопии. На сегодняшний день основным показанием применения современных методов эндроскопии являются скрытые тонкогишечные кровотечения, подозрения на обухолевые заболевания, воспалительные поражения и подозрения на любое патологическое изменение тонкой кишки при применении лучшего методов. Ну, можно сказать, что эта схема, отработанная нами годами, применяется и обязательно, еще раз говорю, что хоть в некоторых клиниках считается, что готовить тонкую кишку не надо к исследованию, на самом деле вы понимаете, это финансово зависимый метод, люди за это платят, соответственно, они должны готовы быть очень хорошо к этим исследованиям, и 2 литра полиэтиленбикуля в нашей практике мы используем препарат Фортранс для этого, и обязательно пеногаситель, то есть это все используется для подготовки тонкой кишки к эндроскопии, капсульной, так и пероральной эндроскопии. Итак, зачем нужна капсульная эндроскопия? Ну, безусловно, для того, чтобы в целом определиться, есть ли поражение тонкой кишки, и затем определить доступ для пероральной либо трансональной эндроскопии, либо, увидев образование очевидное, о чем мы вчера говорили, что сейчас опыт накоплен, мы более-менее достоверно можем уже говорить, не путаясь, что есть опухоль, допустим, сразу отправить пациента на проскопическое вмешательство. Это алгоритм при кровотечении, то есть вчера мы об этом говорили, но что не забывайте, на первом месте у нас капсульная эндроскопия в диагностике заболевания тонкой кишки стоит, ну, а далее в зависимости от находок идет подальше дальнейшее вмешательство, да, обследование, либо лечение. Итак, что касается кровотечений, и если можно, кликните на видео. Что касается кровотечений, то здесь представлены те самые изображения, которые чаще всего мы получаем при наличии кровотечений непосредственно во время капсулового исследования, надо сказать, что не всегда мы видим источник, мы видим потекание крови, ну, проверяем все, все еще замечательно. Ну, хорошо, ладно, не идет, так не идет. Кровь в просвете уже есть не что иное, как показания для дальнейшего дообследования, и, как правило, это инструментально ассистированная эндроскопия. Так, за 10 лет небольшой такой вот сбор материала, и, что хочется сказать, что все-таки явное кровотечение, тонкокишечное, не преобладает над скрытыми. Как правило, это группа пациентов с тяжелой степенью анемии. Как правило, длительность заболевания у этих пациентов достаточно долго, вы видите, что почти 40% страдают больше года, а сюда включены те пациенты, которые переносят кровотечение на протяжении 5-10 лет. То есть это достаточно тяжело выявляемая патология. И, безусловно, это рецидивы, да, рецидивы кровотечений, которые чаще всего, которые возникают в 70% случаев. Источники кровотечения 40% это сосудистые малиформации, по нашим данным. Опухоли тоже близко, достаточно много опухолевых поражений, которые бывают источниками разинно-язвленных поражений и дивертиком мекеля. Что хочется, на чем хочется акцентировать внимание, то, что с помощью видеокапсулы, видите, до 10% мы выявляем те источники, которые были пропущены при гастроголоскопии. Это, говорит, как раз по качеству тех предварительных методов стандартных, которые мы используем. И как мы их используем, то есть нужно правильно учиться диагностировать, чтобы не подвергать пациентов капсульному исследованию, при которых мы потом найдем либо опухоль толстой кишки пропущенную, либо ясные поражения опухолевого желудка. Что касается источников, давайте еще раз посмотрим. Сейчас уже нет сомнений, как это все выглядит. Сосудистая малиформация ангиэктазии, кровотечение, и тоже была вот эта малиформация сосудистая. При энтероскопии мы можем гормоноплазменную коагуляцию выполнить и коррегировать источник. Опухоли, аденокарциномы чаще всего являются источниками, ведь картиночки при капсульном исследовании и при энтероскопии. Астромальные боли являются лидерами среди уколевых поражений, как источники кровотечения, как мы сегодня уже слышали, как правило, они только и пшки имеют так вот комбинированный рост, то есть иметь эндророганный, экстророганный компонент. Зачастую пациенты приходят к нам не с явными, а со скрытыми кровотечениями. И один из примеров – это лимфома тонкой кишки. Не надо забывать, что порой лимфомы не дают явное кровотечение, и они как раз таки провоцируют развитие скрытой кровопотери. И пациенты приходят к нам просто с анемией. Надо всегда помнить, что пациентов оперированных нужно очень тщательно распрашивать и знать об этом, что были операции по анамнезе, потому что эти пациенты чаще так же к нам приходят уже с кровотечениями через 10-12 лет, потому что в зоне анастомозов развиваются язвенные поражения. Вот это были капсульные снимки, вот этот шпицет при энтероскопии находим такую язву в зоне анастомозов. Анастомозов как источник кровотечения. Дивертикул Меккеля. Сейчас у нас несколько пациентов прошло с дивертикулом Меккеля, уже такие обновленные случаи, и сейчас, в общем-то, по клинике это провозные массивные кровотечения у молодых людей, как правило, это мужчины. Как правило, при гомоскопии ничего нет, значит, нужно делать все-таки энтероскопию, искать дивертикул Меккеля. И зачастую, действительно, мы с этим сталкиваемся, и видите, вот такие вот язвы мы встречаем в основании дивертикулов, которые являются источниками кровотечения. Здесь, соответственно, такой двойной дивертикул, как послужившие источниками. Бывают и редкие ситуации, с которыми мы встречаемся впервые в нашей практике, несмотря на уже такой масштабный опыт, больше 15 лет капсульной эндоскопии. И вообще в России вот такие вот синдром БИНа, огромные мальформации, генозные тонкие кишки. Что касается опухолей, то также они часто встречаются, и мы идем практически вровить с нашими китайскими коллегами, где тоже развита диагностика опухолевых поражений, в отличие от Европы, где всего 5% опухолевых поражений тонкой кишки регистрируются. Ну, видите, что по нашим данным достаточно это тоже частая патология, и до 86% опухолей к нами были выявлены на дооперационном этапе. При операционном исследовании бывает тяжело определиться, есть опухоли или нет, и задача увидеть хотя бы небольшой элемент, который бы подсказал о том, что надо дообследовать этого пациента. И тогда мы приходим к таким диагнозам, как в данной ситуации стромальная опухоль, нейроэндокринная опухоль, лимфома и порог развития лимфатической системы лимфонгиома. Ну, пожалуйста, опухоли бывают вот такие единичные, опухоли бывают множественные, о которых мы вчера говорили, они кровотечением сопровождаются, и, естественно, подвержены хирургическому лечению. Значение большого капсуна эндоскопии при болезни крона и мы публикуем наши данные, которые всегда принимаются очень хорошо, с нашим мировым сообществом воспринимаются. И сейчас на HDD у нас будет такого рода постры, когда мы показываем, что до 35% случаев болезнь крона поражает изолированную тонкую кишку. То есть у пациентов, которые приходят к гастроэнтерологу с клиническими лабораторными данными болезни крона и вы при колоноскопии ничего не видите, это не значит, что у них нет болезни крона, сделайте видеокапсулу. И вероятность того, что вы обнаружите болезнь крона, тоже крайне высока. Ну, безусловно, патологических изменений тонкой кишки, как оказалось, очень много. И мы порой до сих пор не знаем, как и что иногда называть. Но наш опыт, безусловно, был бы таким односторонним, если бы он не собирался всеми нами. То есть я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день многие школы, многие специалисты занимаются капсульными исследованиями. И хочу, так скажем, назвать тех самых лидеров, которые за все это большое время наличие капсульной темы, капсульного направления у нас в стране занимались этим. Петр Леонидович Рыбаков, видите, большого количества исследований. И здесь представлены ряд случаев, которые Петр Леонидович считает как редкие, но это наличие представителей Нематод. Максим Михайлович Кухматов, Москва. Видите, большой опыт, почти под 500 капсульных исследований за 5 лет, лепфодная антропатия. Лидеры у детей, естественно, дети не боятся, и большой поток капсульных исследований также требуется и в педиатрии. Поэтому важно, что вот такие люди у нас есть. Игорь Геннадьевич, 530 видеокапсульной эндоскопии за 15 лет. И подчеркивает, игорь Геннадьевич, что вот это, допустим, образование, которое было очевидно при капсульном исследовании, и что пришлось преодолеть, через что прошел этот пациент, когда хирурги не могли нащупать его при хирургии и готовы были даже завершить вмешательство, не найдя его. То есть вот это вопрос того, что насколько все-таки при капсульном исследовании мы более отчаянные вещи говорим, но вместе с тем все это в итоге нашли, подтвердили, диагностировали либо фиброму тонкой кишки. Андрей Геннадьевич, Абакимян, Краснодар, также большой объем, и так вообще с 14-го года начали делать капсульный систем, но тоже помогают людям, смотрите, лучшую структуру тонкой кишки капсул задержалась, пациентка должна была быть оперирована, соответственно, капсулу хирургически извлекли. Тоже вот в регионах, да, знаете, что у вас есть люди, которые имеют достаточно большой уже опыт на купленные исследования. Алексей Александрович Логутов из ГНЦК также проводит и опыт имеет с белком, с ОМОНом, и в виде редких также болезней там встречаются. Руслан Михайлович, Генчук, а также 122-я больница, Распереза Виктор Дмитрий Викторович, тоже выполняет на хорошем уровне, и, пожалуйста, обращайтесь к ним. Что мы делаем для того, чтобы увеличить опыт, потому что это все редкие ситуации, когда мы сталкиваемся с тонкой кишкой, мы проводим постоянно по несколько раз в год различные тренинги и стимулируем людей на то, чтобы они изучали эту проблему. Это другая немножко эндоскопия, это эндоскопия глазами видеокапсулы, и, пожалуйста, кто захочет присоединиться к этим группам, добро пожаловать. Также в Казахстане в этом году, вот в начале марта, выполнены три первых полна капсулы, и очень сильно гордились, что эта методика также развивается и за пределами России. Что нас ждет? Ждет нас великое интересное будущее в отношении исследований долгой кишки. Это в этом году уже будет зарегистрирован, моторизированный спиральный эндоскоп, компания «Лимпос». И надеюсь, что теперь выполнять эндоскопии гибкие, эндоскопии станет на порядок проще, ведь и мотор не прием в непосредственную рукоятку, надевается спиральная насадка, и эндоскоп устанавливается в просвет желудочно-кишечного тракта, и спокойненько так спускается, тем самым внедряясь глубоко-глубоко в тонкую кишку. И тотальную эндоскопию можно выполнить за 30-50 минут. Ну, возникает естественный ряд вопросов, заменит ли эта методика вообще, вычеркнет ли капсульную эндоскопию, какое место она займет, а может наоборот покажет какие-то отрицательные результаты. Мы посмотрим. Что, какие вот, на мой взгляд, кукчатки, которые уже достаточно долго занимаются всеми этими проблемами, стоят у нас. Бессонны – это создание базы клинических случаев, поражения тонкой кишки, чтобы мы дали как некий задел на будущее, чтобы люди понимали, с чем они сталкиваются. Учение интерпретации записей капсульных исследований и создание понятия маршрутизации, потому что на сегодняшний день достаточно много капсульных систем стоит в регионах, в регионах. Но далее пациент, запустив капсулу, получив такое осложнение, как задержка видеокапсул в просвете кишки, не знает, куда направить пациента и что с ним делать. Потом бедно отчащийся пациент по всем больницам, которые он вообще прочитает в интернете, начинает названивать и выискивать, куда ему деться и боится того, что капсул находится в его органе. Поэтому имейте в виду, что в Москве есть ряд центров, ряд больниц, в частности 31-го больницы, в Петровских морозбородах мы делаем, у нас есть эндроскопы, мы всегда можем помочь, в частности как в этой ситуации, пациент из Казани приехал к нам, отчаявшись, что никто не может там уже вплоть до оперативного лечения извлечь радиокапсулу, чем мы в общем-то и занимались. И в заключении, дорогие коллеги, спешу вас, вам напомнить и пригласить о том, что 7-го, 9-го ноября этого года будет проходить третий еще маленький такой актуальный вопрос эндоскопии, но достаточно тоже для нас дорогой, значимый форум международный образовательный эндоскопический видеофорум, в которых вы также встречаете всех наших экспертов, иностранных коллег. Будет проводиться масса симпозиумов, будет проводиться японской школы эндоскопии, в которой мы привлекаем нескольких японских коллег, которые будут сами обучать докторов, так скажем, базовым стандартным моментом эндоскопии. И сейчас проходит проект эндовидера, он начался с 19 апреля в городе Кисловодске, Южно-Федеральный уже в этом вовлечен, где цель которых являет вот этих проектов, является отбор, селекция лидеров эндоскопии, молодых, которые будут в дальнейшем, став на путь нашими японскими наставниками, лидерами нашей российской эндоскопии. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. И к теме, я как среди вопросов. Да, да. Но вот сейчас можно наблюдать онлайн. Происходит прохождение капсулы. А кто за этим наблюдает? Врач, сам больной. Вы имеете в виду, что есть возможность посмотреть в режиме реального времени. Обычно, если пациент при нас находится, то это мы наблюдаем, конечно. А сколько времени нужно? Обычно этого не происходит, только в каких-то эксклюзитных ситуациях. А сколько времени нужно для того, чтобы просмотреть? Зависит от опыта. В среднем у меня час занимает. За час проходит капсулы? Нет, проходит она гораздо дольше, в среднем за 5 часов по тонкой кишке, но анализ может осуществляться на разной скорости. Именно поэтому мы можем сами регулировать ту частоту. Нет, если мы онлайн, вы смотрите как? Мы онлайн обычно не смотрим. И хорошо, а если смотрите? Не смотрим. Не смотрим. Мы делаем это амбула турно. Пациент глотнул капсулу, от нас ушел. Какой онлайн? Мы не наблюдаем. Если идея с кровотечением, если это экстренная ситуация, конечно, к пациенту может периодически подходить сотрудник, если это в условиях стационара происходит. И смотреть. Более того, у рекордера компании Олимпас есть возможность даже перематывать назад и просматривать, не прошла ли капсула уже место, где есть кровотечение. А так обычно по факту после уже рассматривается вся зависть. Спасибо. Спасибо. Еще раз. Ну вот продолжение того, что сказала Екатерина Викторовна. Вы знаете, что у нас каждый год проходит конкурс по отбору кандидатов для обучения в Японии. Каждый год мы посылаем три человека. Значит, в этом году вот так...